Ёбаный рот этого казино, блять! Эм, мудила ебучая! Вы во что играете, сука, ёбаная патта? Привет мой дружок-пирожок! Возможно это перебор, но этим видео мы уже закроем все вопросы, связанные с выходом обновления про казино Отель Даймонд. Полный обзор трейлера и сайт этого казино уже на канале. В этом же видосе я попытаюсь кратко и по делу рассказать о всех возможностях. Интерьере наполненности казино, фишках пентхауса, транспорте и персонажах. Погнали! Мой дружок-пирожок! Впереди нас ожидает самое дорогое обновление про казино. Поэтому было решено запустить новый бонусный пакет прокачки на самых выгодных условиях. Миллиарды денег, высокий уровень и открытие всех достижений, включая самые уникальные краски на автомобиле. Только до конца этой недели у тебя есть возможность обогатиться перед обновой благодаря этому пакету прокачки. Делаю все быстро, качественно, и недорого, а главное надежно. Это могут подтвердить тысячи довольных прокаченных дружочков-пирожочков, которые оставляют отзывы под пакетами прокачки каждый день. Ссылочка на группу в описании, переходи и заказывай. Начнем с самого главного, нового здания. С этого ракурса кажется, что старое здание так и осталось в недрах текстур. Но парковка, пешеходная дорожка, все сильно поменялось. А сзади основного здания выросло еще одно, где как раз и будут продаваться пентхаусы. Здание очень яркое, а значит даже с максимальной высоты мы должны будем заметить огоньки от этой зеркальной будки, если роки конечно же постарались сделать это. Подъезжая к казино, можно будет остановиться около главного входа, и парковщик сам уберет ваш автомобиль на парковку. То же самое происходит, когда вы выползаете из казино. Если приехали на такси, то обратно можно отправиться на лимузине, ставьте метку на карте, и водитель довезет куда нужно. Это доступно для тех, кто купил пентхаус. Также на крыше здания есть вертолетная площадка, оттуда можно улететь на вертолете, так же как и из офиса. Внутри казино есть множество зон. Зона бара, где можно будет заказать любую выпивку. Аналог бара в ночном клубе. Стенд с автомобилем недели, который можно выиграть на колесе фортуны. Каждую неделю на стенде будет новый автомобиль. Его можно будет попытаться выиграть или дождаться следующей недели. Тогда он попадет в магазин и его уже можно будет купить. Но ко всем автомобилям мы вернемся позже. Играть мы будем против казино. Всего 5 типов азартных игр. Это трехкарточный покер. Вероятнее всего сделан для ускорения процесса игры. Блэкджек, рулетка, слот машины с различным оформлением. И электронный ипподром, где можно будет сделать ставку на лошадь. Ну и отдельный вид азартной игры. Колесо удачки. Его можно будет крутить один раз в игровые сутки. Есть также магазин с уникальной одеждой и предметами искусства. Которые можно окупить за уникальные фишки. Которые в свою очередь можно выиграть на колесе удачи. Отдельная лаунч зона. Место, где только вы и ваши приглашенные друзья смогут побыть вместе и никто вам не будет мешать. Также есть место для особых игроков. Игровой зал с повышенными ставками. А теперь самое главное. Казино является общественным местом. То есть как магазин одежды. Или амунация. Поэтому зайдя внутрь, вы сможете взаимодействовать с другими игроками. И вип лаунч зона уже не является какой-то дикостью. Но если места в казино мало, то можно будет подняться на крышу здания казино. Там есть большой бассейн с видом на Лос-Сантос. А также несколько джакузи. Все это будет реализовано как яхта. То есть атаковать извне вас никто не сможет. Но нужно будет протестировать надежность этого места. По общественным местам в казино все. Теперь перейдем к пентхаусу. Вот это уже и есть ваша недвижимость. Личная, которую можно купить. Как дом или офис. Внутри пентхаус похож на обычное жилье. Только с новыми возможностями. Есть спальня с выходом на террасу. Гостевая спальня где ваши приглашенные друзья могут переодеться. Комната спа с гидромассажной ванной и личным стилистом. Теперь прически и макияж можно делать не выходя из жилища. Также есть комната с большим баром и игровыми автоматами из 80-х. Всего 5 стилей. Каждый из которых меняет пентхаус внутри. Есть свой офис с компьютером. Вероятнее всего альтернатива офисному и байкерскому компьютеру. Подземный гараж на 10 мест. Неизвестно, можно ли покупать несколько подземных гаражей. Комната отдыха. Просторная комната с большим диваном и панорамными окнами. Домашний кинотеатр. Место где можно смотреть фильмы из кинотеатра и играть в игры с друзьями как в офисе. Стенка статуэток и достижений. Эти статуэтки можно либо заработать выполняя определенные миссии. Либо купить в магазине казино. Также в этом магазине можно купить картины и другие предметы искусства и расставить в своем пентхаусе так, как вам захочется. Выбрав предложенные места для установки, в свой пентхаус можно приглашать гостей для вечеринок. То есть ваш пентхаус станет подобием ночного клуба. Купив пентхаус, там же откроются новые миссии. Аналог дороги и квартиры с ограблениями. Для прохождения новых заданий нужно будет собрать команду. Возможно это будет реализовано как ограбление в квартире. Запустив первую миссию, можно получить особую награду. А если пройти всю сюжетную ветку в качестве хоста, то вы получите новые престижные транспортные средства. Новые персонажи. То о чем, владелец казино. По его поручению будем проходить миссии. Томми, управляющий казино, также фигурирует в миссиях и руководит их исполнением. Агата Бейкер, директор казино, может дать фишки или деньги, а также отдает работу. Возможно это новый персонаж будет аналогом Симона или Ламара. Или речь идет все о тех же сюжетных миссиях связанные с Тая Ченом. Магнат из Тихоса. Главный враг в этом обновлении. Брюсси, фитнес-партнер Томми, возможно также сможет предлагать миссии по угону автомобилей как Симон. На себя совершенно не похож. Словно взяли лысую болванку в 3D Max и так и забыли слепить из нее очертания лица Брюсси. Ну и автомобили. Всего я их насчитал 5. Первый. Главный автомобиль обновления. True Fate Prax. Аналог Bugatti. Фигурирует на стенде в виде приза. Это первый автомобиль, который будет доступен нам в игре. Еще один суперкар. Regen Mainmacht. GT. Аналог Макларена. Будем надеяться, что этот автомобиль будет с лучшей максимальной скоростью. И самым приятным управлением. Еще один неказистый автомобиль. Ацлот. Похож на лотус из реального мира. Совершенно новый автомобиль от нового производителя Виса. Схож с реальным автомобилем Spyker. И замыкает пятерку спортивная тачка Бэй. Схожая с современными седанами от Audi. На автомобилях есть уникальные раскраски и присутствует тюнинг. Не думаю, что это единственная пятерка автомобилей. Ведь в таком случае выпуская по одному автомобилю в неделю. Все микрообновления закончатся уже через месяц. Это все, что я хотел сообщить о всех известных возможностях нового обновления про казино. Всем ББ, всем ГГ.